Главная новая музыка музыка культура Манчестерский рок, тропический хаос и блюзовая психотерапия 1.1 Британи Ховард Хайми Голос и лицо Alabama Shakes Британи Ховард после 10 лет существования группы выпустила свою первую сольную работу, глубоко личный и во всех аспектах предельно откровенный получасовой альбом, который получил свое название от имени сестры Ховард, в подростковом возрасте погибшей от рака, но уже тогда сумевшей разглядеть будущую звезду. Именно Джимми вдохновила артистку играть на пианино и писать песни, но утрата близкого человека не превратилась в центральную идею сборника. В. Хайми Артистка находит и много других тем для разговора, в 13-техо Century Metal Она под фортепианное сопровождение Роберта Глазпера призывает к отказу от насилия и объединению. В. Готхед Ховард вспоминает о том, каково расти в семье с белой матерью и чернокожим отцом, а в. He loves me Утверждает безусловную любовь Бога к людям, он любит меня, когда я слишком много пью, он любит меня, когда я делаю, что хочу. Главной загадкой пластинки оборачивается трек Джорджа. Одни видят в нем рассказ Ховард о том, как в юном возрасте она увлеклась женщиной постарше, другие же считают его политическим заявлением о жизни одного из американских штатов. Такая неоднозначность и многослойность становятся характерной чертой всего дебютника, в котором исполнительница скользит между блюзом, соулом, госпелом и гаражным роком, мастерски вписывая свой выдающийся вокал в любой из этих жанров и превращая каждую песню в психотерапевтическую сессию. 2.2 Liam Galaher Why me? Why not? Второй релиз должен был стать поворотным моментом в карьере наиболее эксцентричного из братьев Галахеров и окончательно продемонстрировать, насколько успешно ему удается существовать не только за пределами Oasis, но и вне других групп. И если дебютник 2017 года мог служить для музыканта некой разминкой, то Why me? Why not? подтвердил, что Liam не зря носит статус легенды брит-попа. На новом альбоме он сохраняет верность задорному манчестерскому саунду, при этом не боясь показаться уязвимым. Во многих песнях он так или иначе обращается к своему брату Наэлу, с которым он беспрестанно воевал после распаду Oasis, и большинство строк, посвященных их разладу, пропитаны уже не агрессией, а горячью. Ты говорил, что мы будем жить вечно, напоминает он в композиции One of Us. Предельной сентиментальности Галахер достигает в гитарной балладе, посвященной его дочери Молли Муриш, с которой он не виделся 19 лет. Местами здесь всплывают и внезапные ассоциации с The Beatles, появление которых отчасти можно объяснить тем, что над пластинкой трудился продюсер Грек Курстин, сотрудничавший с Полом Маккартни. Кажется, именно этот налет старомодности превращается одновременно как в главное достоинство, так и в главный недостаток сборника. Пока одни справедливо упрекают Галахера в отсутствии новаторства и эксплуатации рокерской классики, он не скрывает, что ориентируется на тех, кому такая ностальгия приходится по душе. Я здесь, чтобы дать людям то, чего они хотят. И если это скучно, то пусть будет так. Три-три Тувелу, Sunshine Kitty, пять лет назад от провокационного трека Тувелу, Habits, Stay High, было невозможно сбежать и скрыться. Поп-исполнительница Иса Швеции покоряла чарты, собирала Грэмми, писала композиции для таких молодых и перспективных артисток, как Лорди Эли Гаулдинг, и беззаботно пела о бунтарской жизни, включающей ужины в ванной и походы в секс-клубы. Свой Sunshine Kitty. Она с навязчивой упорностью во всех интервью называла новой главой в творчестве, несмотря на то, что он оказался вовсе не рывком вперед, а данью временам, когда сама Туве была на пике популярности. Певица также не раз упоминала, что пластинка получилась более жизнерадостной в сравнении с ее предыдущими работами, хотя тексты говорят об обратном. В них нет той дерзости и страсти к саморазрушению, как в Habits или Disco Tits. Зато есть много личных переживаний, включающих безответную любовь и попытки убедить подругу не плакать из-за неблагодарного бойфренда. Может показаться, что певица делает ставку на истории о женских страданиях, но на первый план выходит не смысловая, а музыкальная составляющая. В. Саншайн Китти Тувелу чрезмерно увлекается использованием элементов тропического хаоса, старательно пытаясь сделать из каждого трека образцовый клубный хит. И пусть появившийся на фитах Кайли Минаук хвалит исполнительницу за современное звучание. Четвертый альбом шведки отсылает к танцевальным бенгерам 2010-х и порождает сомнения в том, сможет ли Тувелу сохранить свое место в рядах интересных и актуальных артисток. 4.4 Может показаться, что за словом «фэджка», звучащим как название кресло В. Ikea, скрывается самобытная исландская исполнительница. Однако такой псевдонимом себе взял 23-летний продюсер из Штутгарта. Брайан Заджак, Реан Юэн, стал его первым альбомом после вышедшего два года назад. И на обоих релизах моментально распознается источник вдохновения молодого артиста, не уловить сходство с немецким диджеем Кристианом Лейфлером практически невозможно. Понять, в какую лигу метит «фэджка», можно изучив участников лейбла, на котором вышел дебютный релиз музыканта. Там компанию ему составили такие мастеры мелодичного хаоса, как «Стимминг», «Джейнас Рамасон» и «Апэрд» сам. Брайан Заджак объяснял, что решил поэкспериментировать с эмбиентом и техно, взяв от первого жанра медитативную атмосферу, а от второго – динамичный ритм и энергетику. И если замедленные треки с женским вокалом от «Мари Ангра» вышли чересчур мечтательными и даже усыпляющими, то сочетание красивой электроники с жестким техно-битом напомнило лучшие треки его кумиров. «Фоб» и «Киасмос» В середине нулевых британский коллектив выпустил несколько крайне успешных альбомов и успел заслужить репутацию вторых, чему способствовали и размеренная музыка с обилием клавишных, и пропитанные легкой меланхолией тексты, и общий образ добродушенных, но слегка скучных артистов. В сети можно обнаружить множество опросов, в которых пытаются выяснить, какая из двух групп кажется пользователем более занудной. В 2013 году Кейн внезапно ушли в творческий отпуск, но столь долгий перерыв практически незаметен при прослушивании свежего релиза. Вокал Тома Чеплина кажется все таким же плавным и успокаивающим, а в звучании по-прежнему превалируют разнообразные синтезаторы. Перерыв отразился разве что на текстах, которые стали мрачнее из-за банального взросления музыкантов, из-за навалившихся на них проблем. Пока поклонники ждали воссоединения, Том Чеплин боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а автор песен Тим Райс Аксли проходил через болезненное расставание. В остальном сборник Cause and Effect – это все те же старые Кин – вызывающие чувства умиротворения и светлой грусти. Марина Погасян Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова